Вчера днем в колонии номер 3 Ямал-Ненецкого автономного округа внезапно умер Алексей Анатольевич Навальный, внесенный в списки Росфинмониторинга как экстремист и террорист и отбывавший 19-летний срок. Предположительной причиной смерти Навального пропагандистские каналы уже обозначили оторвавшийся тромб. При этом я нисколько не сомневаюсь, что уже в ближайшее время мы услышим огромное количество версий гибели Алексея Навального, в том числе и глубоко конспирологические версии и так далее, но все это на самом деле не суть важна. Лично для меня причина смерти Алексея очевидна, так или иначе, но его убила система, сложившаяся в России. И широкая улыбка на лице Дмитрия Пескова в момент, когда он сообщал, что Путину известно о смерти Навального, тому яркое подтверждение. О Навальном можно и нужно говорить много, и я не сомневаюсь, что так и будет. Отношение к Алексею Навальному, к его методам борьбы, его политической платформе, его убеждениям отношение было очень разным. Кто-то поддерживал Навального фанатично и безоговорочно, кто-то сомневался в эффективности выбранных им методов, многих отталкивало явно сектантские порядки в организациях Навального, которые тоже теперь признаны террористическими и экстремистскими и внесены во все вот эти черные списки. Но, безусловно, и то, что основной идеей Навального была идея борьбы как лично с Владимиром Путиным, так и с той системой, которую создал Путин. И в этом Навальный был близок очень многим. И именно эта база, именно эта идея снискала ему миллионы поклонников и сотни тысяч сторонников. Путин очень боялся Навального, и подтверждением тому является запредельная жесткость и жестокость, с которой обошлись и с самим Алексеем Навальным, и с его ближайшими соратниками из числа тех, кто не успел уехать за границу. Навального больше нет. Ну и что дальше? Продолжат ли его зарубежные коллеги и соратники его дела, и что они сумеют сделать без него? Всколыхнет ли Россию смерть Навального? Какие выводы сделают как российские оппозиционеры, так и те, кто еще помалкивает публично, но уже начинает ворчать на кухнях? Мы сейчас не знаем доподлинно ответов на эти вопросы, но рано или поздно, конечно, узнаем. И я уверен в том, что мы еще не раз вернемся и к фигуре самого Алексея Навального, и к его движению, и к его идеям, но теперь уже, увы, и про самого Навального, как в той греческой поговорке, либо ничего, либо всю правду. А еще, как мне кажется, в России со смертью Алексея Навального закончилась целая эпоха, эпоха иллюзий о том, что власть в этой стране может смениться и кардинально смениться, хоть сколько-нибудь легитимным образом. И меня лично это предположение очень тревожит и пугает. Но, с другой стороны, ведь ради хабиров нам однажды уже сказал, что власть берут не для того, чтобы отдавать. И в память об Алексее Навальном я перефразирую его основной и любимый лозунг «Россия должна уже стать свободной». Тем временем в Башкирии продолжаются задержания участников так называемых «баймахских событий». На данный момент известно уже о 73 задержанных, находящихся в СИЗО. Один из них, как мы знаем, погиб. Еще один получил серьезные травмы. И на минувшей неделе стало известно, что один из участников «баймахских событий», не будучи еще задержанным или обвиненным, покончил жизнь самоубийством. Речь идет о 66-летнем минияре Байгускарове из села Каскинова Кугарчинского района. Вот такие вот трагические статистические данные в связи с баймахскими событиями, которые так или иначе все еще продолжаются в Республике Башкортостан. Несмотря на то, что в заголовке нашего канала иногда закрадываются досадные орфографические ошибки, мы доносим до вас, дорогие подписчики, именно правдивую и актуальную информацию. И если вы не хотите потерять такой канал и источник информации, продолжайте, пожалуйста, поддерживать наш канал материально, а сделать это можно единственным доступным способом через расчетный счет, который мы сейчас вам демонстрируем и который вы можете найти в описании под каждым нашим видео на нашем канале. На минувшей неделе Владимир Путин был как никогда физически близко к Республике Башкортостан, но все же к нам не заехал. Президент Российской Федерации посетил Екатеринбург, Челябинск и даже Нижний Тагил. В Башкирию он решил не заезжать, даже на пару часиков, как иногда раньше делал. Причем случилось это вопреки оптимистическим надеждам ради Хабирова, которому ему как никогда сейчас необходима личная поддержка Путина для того, чтобы народ Башкортостана наконец-то уяснил, что все, что творит в регионе Хабиров, делается с личного благоволения Владимира Путина. Информационное поле региона продолжает пополняться сообщениями о все новых и новых уголовных делах в отношении соратников ради Хабирова. Уже второе уголовное дело возбуждено в отношении экс-руководителя транспортной дирекции Республики Башкортостан Мансафа Назикаева. Если по первому уголовному делу ему вменялось получение взятки в виде дорогостоящего автомобиля от одного из подрядчиков строительства восточного выезда, то по второму уголовному делу уже все серьезнее. Теперь речь идет о незаконном завышении стоимости работ в рамках концессии строительства все того же восточного выезда. Концессис ООО «Башкирская концессионная компания». В процессе строительства общая стоимость восточного выезда возросла, внимание, с 36 миллиардов рублей до 76 миллиардов рублей. На фоне того, что в связи с неготовностью проезда по улице округа Галли, сам смысл этого объекта, этого восточного выезда становится каким-то зыбким и, в общем-то, исчезающим вопросы возникли, видимо, уже к финансовой стороне этой гигантской стройки века. И что-то подсказывает мне, что это только начало в той череде уголовных дел, которые будут висеть на этом самом проекте века ради Хабирова, потому что уж больно уж много было шума гамма и действительно смета выросла больше, чем вдвое всего лишь за несколько лет. Тут, конечно, наверняка будут вопросы и результаты у следователей, если бы у них будет желание докопаться до настоящей истины. Пришли новости и из Красногорского СИЗО. Соратница Хабирова и руководитель управления администрации главы Республики Башкортостан Елене Прочаковской в очередной раз продлили пребывание в СИЗО. Теперь уже до 17 апреля. Уже сложно, наверное, предположить, что такой пристальный интерес к Елене Рынде истолкован только обстоятельствами уже давно раскрытого мелкого мошенничества с зарплатами в Красногорском МФЦ. Судя по всему, речь идет о неких иных противоправных действиях задержанной Елены Прочаковской. И мы надеемся, что мы узнаем хоть в каких-то подробностях, о чем идет речь, когда дело уже, как говорится, дойдет до суда. В Республике многие обратили внимание на то, что этой зимой чрезвычайно часто стали перекрываться региональные дороги. В десятки раз чаще, чем в былые времена, из-за заваленных снегом дорог перекрывается по ним движение. И география этих перекрытий существенно расширилась. И это при том, что в среднем эта зима не хуже и не лучше, чем другие статистически снега ни больше, ни меньше. Вопрос там динамики выпадания и так далее. Но в целом все как обычно. Мы немножко покопались в этом вопросе, пообщались с экспертами, привет, Ильдар, и, как мне кажется, обнаружили вероятное объяснение этому феномену. Дело в том, что за очистку региональных дорог и даже некоторых дорог и проездов в муниципалитетах внутри населенных пунктов у нас отвечает Башкир Автодор. Ну, отвечает, естественно, не безвозмездно. У Башкир Автодора контракты и договора с управлением дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Республики Башкортостан. Это такое государственное подразделение. И вот по этим контрактам проходят, надо сказать, нехилые миллиарды Дорожного фонда. Именно на очистку и поддержание дорог в том состоянии, которым они должны быть по стандартам Министерства транспорта Российской Федерации. При том, что Башкир Автодор оброс чудовищными долгами, а руководитель Башкир Автодора Ильдар Юланов уже довольно давно сидит в СИЗО с обвинением по расследуемому уголовному делу. Естественно, в такой ситуации топливо без оплаты никто не отпустит, банки кредитов не дадут. И подобное финансовое состояние предприятия дает мне повод предположить, что Башкир Автодор не в состоянии исполнять в полной мере свои государственные контракты и обязательства по этим контрактам перед управлением дорожного хозяйства Республики Башкортостан. А что, спросите вы, должен по закону сделать государственный заказчик, если государственные контракты не исполняются в полной мере? Все правильно. Государственный заказчик должен расторгнуть эти контракты, прекратить платежи по этим контрактам и, кстати говоря, постараться вернуть средства, которые были оплачены за невыполненные, например, работы. Ну, так должно быть в теории. Однако этого почему-то не происходит. И мне кажется, сейчас самое время прокуратуре и Следственному комитету, а возможно и Федеральной службе безопасности, внимательно проанализировать исполнение контрактов между Управлением дорожного хозяйства Республики Башкортостан и Башкир Автодором, детально проанализировать по всем пунктам нормативов обслуживания дорог, насколько оперативно, насколько вовремя и в каком количестве выходила техника, сколько времени были перекрыты дороги. Уверен, во всей этой истории найдется очень много интересного с очень многими нулями. Кстати говоря, если уж мы заговорили об Башкиров-Тодоре и Ильдаре Юланове, к процессу над Юлановым, расследованию его дел, подключилась еще и Федеральная антимонопольная служба. Я не знаю деталей их претензий, но факт есть факт, они сейчас занимаются деятельностью Башкиров-Тодора в разрезе, видимо, своих полномочий. Так что вот эта пугающая ситуация, которая, в общем-то, изменилась, очевидно изменилась в Башкирии, такого количества перекрытий дорог раньше не было, как в этом году. И вот я это все-таки связываю с тем, в каком состоянии находится Башкиров-Тодор. И еще пара слов об уборке снега и теперь уже в городе Уфе. Стало известно, что Государственный комитет жилищного надзора на минувшей неделе дал разъяснение о том, что уборка снега и его вывоз с придомовых территорий не входят в перечень услуг, предоставляемых управляющими компаниями. То есть, когда у вас появляются какие-то претензии по уборке ваших дворов, понимаете, в чей адрес они должны быть направлены. А вот сотрудники Управления жилищно-коммунального хозяйства города в своих ответах на гневные упреки горожан открыли страшную тайну. В Уфе даже с учетом арендованной техники на данный момент примерно 15% от необходимого количества коммунальной техники для уборки снега. Вот мы вам показываем на экране скриншот ответа и понимаем, что 250 единиц специальной техники это городская техника и 70 единиц арендованной техники и того 320 единиц. И это при том, что по нормативам Министерства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Уфе, как городу с определенной площадью и определенным населением, необходимо более 2000 единиц коммунальной техники. Ну, в связи с чем вопрос? Дорогой Радий Фаритович, а может быть надо уже прекратить катать самолетами Башгосфилармонию туда-сюда по стране и миру? Может быть надо начинать уже закупать на сэкономленные деньги технику для уборки снега? Потому что, ну, вот такая вот картинка у нас. В Уфе на минувшей неделе случилось событие, на мой взгляд, как нельзя лучше иллюстрирующее тот хаос, в который превратил Хабиров наш старый добрый транспортный Техас. В Черниковке на пересечении улиц Нежинска и Ульяновых жестко столкнулись автобус Башавтотранса и трамвай Моэта. Ну, пятеро пострадавших, трое из них в больнице, среди них двое детей. О том, что Хабировская транспортная реформа завершилась крахом, говорит и то, что Уфа в рейтинге качества транспортной системы опустилась сразу на 27 позиций, на 55 место в Российской Федерации. И на фоне усиливающегося хаоса в транспортной сфере города власти опять заговорили об устройстве канатных дорог. Помнится об этом в последний раз, Хабиров бредил еще в 2020 году. Ну, на самом деле, лучше бы уж они сразу заговорили о летающих трамваях и начали задвигать вот такие тележки. Оно так хотя бы смешнее было. По загадочному стечению обстоятельств постоянная аудитория нашего канала в четыре раза больше количества его подписчиков. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить колокольчик, и вы никогда не пропустите наши новые свежие видео. Также не забывайте о том, что на всякий случай стоило бы подписаться и на Яндекс.Дзен «Открытая политика». Мало ли что. Еще в 2021 году эксперты посчитали, что содержание одного только Хабирова обходится бюджету Республики Башкортостан в 500 миллионов рублей в год. И эта цифра, безусловно, к 2024 году не то чтобы уменьшилась, а боюсь, что даже подросла. Вот несколько свежих контрактов на обеспечение комфортной и безопасной среды для Хабирова. Согласитесь, звучит прямо как некий национальный проект, которые, эти заявки на контракты, появились в публичном пространстве. Обслуживание газонов, дорожек, скамеек на территории резиденции Хабирова по адресам Пушкина 103-1, Зорге-55 и в Кармаскалинском районе. Вот обслуживание газонов, дорожек и скамеек – это 5 миллионов рублей. Еще один контрактик – содержание газонов и проездов вокруг Белого дома. Место работы, дорогой Раде Фаридовича. 76 миллионов рублей. Охрана резиденции дорогого Раде Фаридовича – 13 миллионов 200 тысяч рублей в год. И это всего лишь текущие расходы на содержание главы Республики Башкортостан. Я думаю, что в 2024 году не уложится Раде Фаридовича в 500 миллионов на собственное содержание. Памятник Муртазе Рахимову, установленный в Уфе к 90-летию первого президента Республики Башкортостан, посетило уже огромное количество людей и не будет преувеличением сказать, что мнение всех, кто видел монумент, едино. Не похож. В сети гуляют разнообразные сравнения по поводу неудачного облика Рахимова, воплощенного придворным скульптором Хабирова Салаватом Щербаковым. Люди видят в скульптуре то похудевшего изрядно артиста Мургунова, то неимоверно растолстевшего Нурсултана Назарбаева, но только не Муртазу Рахимова. Муртазу Рахимова таким, каким они его помнят, каким они его видели и каким они, наверное, хотели бы его видеть в воплощенном в этом памятнике. А еще крепнет предположение о том, что одобрив именно такой облик Рахимова в монументе, Хабиров своеобразным образом отомстил Муртазе Губайдулыча за тот страх и позор, который претерпел Хабиров от Рахимова. За уголовное дело, за исключение из партии «Единая Россия», за то, что пришлось ему совершить тот самый легендарный побег из Башкирии в багажнике автомобиля. Не берусь утверждать так это или иначе, но, впрочем, на Хабирова это похоже. Человек он упрямый, злопамятный и настойчивый. В любом случае Хабирову стоит задуматься, а как он сам будет выглядеть в бронзе и не будет ли где-то рядом с его памятником изваяние того самого багажника автомобиля. До выборов Владимира Путина остается 28 дней. И в телеграм-канале «Открытая политика» мы запустили опрос о том, отдадут ли свой голос жители республики действующему президенту. Примерно через полчаса после старта нашего опроса случилось чудо. Спокойное голосование внезапно атаковало примерно 1300 автоматических аккаунтов ботов и, накидав своих голосов до 80%, они мгновенно исчезли. Атака эта длилась примерно 20 минут. Ну, дальше голосование продолжилось и наши реальные подписчики, невзирая на тот результат, которым исказили картинку вот эти внезапно нагрянувшие боты, в конечном итоге это голосование показало, что 46% голосовавших против Владимира Путина и свой голос ему не отдадут. Но мы решили повторить эксперимент и переформулировали опрос, не используя вот эту красную тряпку для автоматических ботов, собственно, фамилию Путина. Ну, вопрос был понятен, но без фамилии Путина. И вот тут уже обошлось без ботов. Видимо, они работают действительно автоматически. И картина прояснилась. 63% опрошенных хотят ухода Владимира Путина с поста президента. И 37% соответственно считают, что он может еще остаться на следующий срок. Совокупно в обоих опросах поучаствовало примерно 5000 голосов. Ну, из них, сами понимаете, примерно 1300 это какие-то электронные сторонники Владимира Путина. Ну, теперь вы тоже знаете о том, как тщательно следит пропаганда за тем, чтобы никто не смог даже усомниться в грядущем единстве россиян на выборах через 28 дней. И еще немного о наших опросах в Телеграм-канале. Год назад мы спросили читателей и подписчиков нашего Телеграм-канала, как они думают, чем обернется дело Башспирта. Как раз год назад был выявлен этот чудовищный ущерб государственному предприятию на 400 миллионов рублей, и было много шума, гаммы и даже обыски в этом самом Башспирте. Тогда большинство наших голосовавших были уверены, что дело Башспирта слишком близко находится к карманам ради Хабирова и никого не накажут. Прошел год. Так оно и вышло. Наши подписчики как в воду глядели. Ни Нагуманов, ни Стрижнев, ни Сидякин, ни Минибаева никто никак не ответил за этот ущерб в 400 миллионов рублей, о котором было заявлено собственными правоохранителями. Все они широко улыбаются, ни о чем не беспокоятся, в том числе и о возврате вот этих 400 миллионов рублей. Ну, правда, год прошел. Как же так? Государственное предприятие, флагман алкогольной промышленности республики. 400 миллионов ущерба. Ну, может быть, хоть кого-нибудь поругаете? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!